Мы в прошлый раз закончили на том, что мы перешли к зоне проведения. Зона проведения характеризуется уже началом разделения и внутреннего совершенно различия путей развития корня в зависимости от того, к какой систематической группе данное растение относится. Соответственно, если у нас двудольные и голосеменные, которые способны ко вторичному утолщению, там начинается трэш-угара-революция, которую мы скоро будем разбирать. А если у нас однодольные или споровые, которые не способны ко вторичному утолщению, то тут все зависит от того, где живет эта, соответственно, споровая или однодольная. Потому что если она живет где-нибудь в нашей полосе, где как бы зимы суровые, а весны тоже не очень, а осени довольно рано начинаются, то они довольно быстро должны переориентироваться на то, что надо как-то так поменять свою анатомию для того, чтобы не сдохнуть. А не сдохнуть-то нужно вот по какой причине. Зима-то это, конечно, зима, холода, одинокие, что-то там. Это все прекрасно, но наличие сухого агрегатного состояния, в смысле наличие льда в почве, а он там присутствует, вызывает изменение осматического давления. И в итоге корень может из корня зимой просто может высосаться вода. Десяти-одиннадцатиклассники примерно должны понять, о чем я говорю. Всем оставшимся просто примите на веру, что это так. Смысл в том, что если ты не сделаешь снаружи вторичную покровную ткань типа перидерму, то тебе будет очень плохо. Ты можешь просто не выжить. Да, если ты какое-нибудь однолетнее растение, тебе без разницы. Ты все сделаешь как обычно, без перидермы и так далее. Но если ты однодольная или споровая, которая хочет жить долго в нашей стране или вообще в нашей полосе, то практически в первой жизни ты должен по периферии сделать перидерму. И, собственно, начиная с зоны проведения, может уже закладываться перидерма. Но прежде чем она заложится, у нас должна образоваться особая ткань, которая называется экзотерма. Экзотерма приходит на смену, соответственно, резодерме, и она представляет из себя истинную покровную ткань. Вот она, наша прекрасненькая экзодерма. А хотя у меня коряло получилось все это нарисовать, прекрасненькая экзодерма. Очень часто в переходной зоне между зоной проведения и зоной всасывания мы можем обнаружить уже и заложившиеся экзодермальные клетки и еще присутствующие клетки резодермы. Совершенно спокойно. Но очень важная история, что вне зависимости от того, это однодольная или двудольная, клетки паранхемоперивичной коры рядом с эндодермой, ну вот, предположим, это вот клетки у нас эндодермой, вот клетки рядом с эндодермой начнут выглядеть вот такими четкими инициальными рядами. С чем это связано? А это связано с тем, что дальше, после зоны, соответственно, проведения у нас именно будет располагаться зона образования боковых корней. Забегу вперед и скажу, что зона образования боковых корней характеризуется активным делением клеток перицикла. И в частности, вот эта вот картина, стройные ряды, шагающие от перицикла, который располагается под эндодермой, это вот тоже такое, как бы, характерное отличие этой зоны. Так, ну а теперь, соответственно, мы с вами перейдем непосредственно к вопросу. Итак, это препарат, который был сделан детенышами, прекрасными совершенно детенышами и сфотографирован, понятно, при помощи подручных средств. Сделан он не суперхорошо, но в принципе, вот я бы сказала, 4-8 баллов из 5 за этот срез я бы совершенно спокойно поставила, потому что, по крайней мере, наружные клетки, которые подозначены по цифре 3, явно сделаны как бы срезик в один слой. Центральная часть, конечно, не очень сделана, да, вот это вот здесь смазано. Ну, бывает. Вот, значит, что мы сейчас с вами будем делать? О, нас 39 человек, поэтому те ребята, которые обладают способностью говорить, ну, в смысле, у них нормальный микрофон не сломан, я призываю вас по очереди назвать мне, что такое цифра 1, что такое цифра 2, цифра 3 и 4. Итак, первый вопрос, кто хочет ответить? Надо тебе сказать, я хочу ответить. Давайте, Сабина, пожалуйста. Ну, по цифре 1-то корневой волосок. Так, хорошо. Скорее всего. Так, это 2 тысячи, подожди, Сабиночка, подожди. Вот, цифра 2 и 3 только в увеличенном варианте. По цифре 2, ну, пускай будет не таксилема. Зайка моя, подожди. Смотри, еще раз. Цифра 2, смотри, значит, вот у тебя цифра 1, условно говоря, это вот эта вот штука. Ты сказала, что это корневой волосок, да? Я вижу поднятые руки, спасибо большое. Теперь вот этот вот участок, вот этот вот участок я увеличиваю. Вот, я увеличила этот участок. Смотри, на что указывает цифра 2, посмотри внимательно. Вот на что она указывает. Вот на эту часть. Что это такое? Вот здесь же рядом она такая. Подумай, это все снаружи. Ладно, Мария, как вы думаете, что обозначено цифрой 2? Ну, цифрой 2 обозначены трихобласты, как я понимаю. Да, совершенно верно. То есть, если вам задают такой вопрос, вы должны сделать следующее. Значит, цифра 1, это был корневой волосок, Сабина была совершенно права. Цифра 2, это трихобласт, потому что стрелка указывает непосредственно на основание клетки. Да, это тоже очень важно. Маша, как вы думаете, что обозначено цифрой 3? А трихобласт? Нет, нет, сюсечка моя, нет. Внимательно смотрим. Куда эта рисовалка? Вот, смотри, вот эта вот зона, вот этот слой, в котором располагаются трихобласты. Цифра 3 обозначает клетки, которые находятся под трихобластами, но визуально отличаются от клеток, лежащих ниже. Кто это, Маша? Экзотерма. Молодец. Конечно. То есть, вернемся на заднюю... О, господи. Сейчас я уберу эти все рукописные надписи. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, да, что мы видим. Это, то есть, это корень в какой зоне? Зинят, вы давайте. В зоне всасывания, мне кажется. Зинят, но все дело в том, что мы видим уже и клетки экзодермы. Будет ли корректно сказать, что это зона всасывания? Проводящая. Да, это либо зона проведения, либо корректнее сказать, что это переходная зона, переходное пространство между зоной проведения и зоной всасывания. Шикарно. Ксеша, видимо. Ну ладно, не важно. Ксеша, скажите, пожалуйста, цифра 3 это что? 4, простите. 4 это что? Роман, почему переходная? Зона переходная между зоной всасывания и проведения, потому что, если бы это была суперчестная зона всасывания, вы бы не увидели клетки экзодермы. Их бы там не было. А если бы это была суперчестная зона проведения, вы бы не увидели практически полностью сомкнутое кольцо клеток экзодермы. А здесь оно практически полностью сомкнутое, то есть вы не видите ошметки. Итак, как вы видите уже... Да, Роман, спасибо. Так, Мария, вы подняли руку. Что такое цифра 4? Это паренхима первичной коры. Молодец. А как по-другому это назвать? Основная меристема. Зайка. Основная меристема. То есть, чего она произошла? А как по-другому это назвать? Паренхима первичной коры. Как первичная кора подругому называется? Мезодерма. Нет, не мезодерма. Ну, кто-нибудь произвольный скажите мне. Энтодерма? Нет, зайка моя. Как паренхима. Основная ткань какая-нибудь там. Основная меристема? Нет, сюси мои. Сейчас покусаю вас. Господи. Боль. Это боль. Так, сейчас я напишу слово большое жирными буквами. Кортекс. Значит, паренхима какая? Кортикальная. Правда, может быть, кто-нибудь на чате написал. Ужас. Да, паренхима кортекса с этой. Дарья, молодец. Паренхима кортекса или кортикальная паренхима. Почему я забиваю вам голову этими терминами? Потому что в зависимости от того, кто составляет задание, кто-то может написать кортикальная паренхима, а кто-то может написать паренхима первичной коры. И если вы не понимаете, что это тупо одно и то же, у вас могут возникнуть проблемы, паника. И типа, о, я не знаю, как у вас слово, как дальше жить. Следующая наша с вами картиночка. Нет, нет. Вот. Значит, это тот же самый срез, только ребенок сделал их 4 или 5, и я выбрала тот, в котором вот эта вот центральная зона, которая здесь представлена мазнёй, вот эта вот, да, а здесь она просто красиво сделана. Так, поехали. Кто-нибудь, давайте поднимите руку и давайте расскажите мне, что такое цифра 5 и цифра 6. Ваня, давай, ты. Иван Кашел. Ну, ладно. Давай, Ваня. Цифра 1 у нас, так понимаю, ее тут нету. Ну, потому что 1, 2, 3 и 4 были на предыдущем слайде. А это 5, 6, 7, 8. Ну, ладно, допустим, пусть будет цифра 5. Да. Может, это клетки эндодермы? Правильно, совершенно верно, клетки эндодермы. Зинят, цифра 6. Это перицикл. Да, совершенно верно, это перицикл. Следующий человек, кроме Зинят и Вани, еще кто-нибудь? Я хочу, чтобы вы мне рассказали, что такое цифра 7. Да, Рома, да. Господи, Кры, Ленкин. Сейчас, ребята, я просто не вижу. Андрей, вот, Андрей, расскажите мне, пожалуйста, что такое цифра 7. Да, 7, это флоэма? Да, совершенно верно, 7, это флоэма, а 8? 8, это ксилема. Да, совершенно верно, это лучи ксилемы, совершенно верно. Так, Зинят, давайте вы, цифра 9. Зинят, сердцевинная паренхема. Зинят, сейчас я вас покусаю. Сердцевинная паренхема. Ай-яй-яй. Почему это не сердцевинная паренхема? Андрей, 10 класс, Клина, школа МН-10. А, блин, ладно, это ваши там переводчики. Давайте Андрей. А, вот, нет, Арина, Арина, вы просто еще не были ни разу. Вот, Арина. Клетки паренхемы. Ариночка, корректнее. Да, это клетки паренхемы. Но почему нельзя говорить, что это сердцевинная паренхема? Ну, это же не сердцевина. А как корректнее это назвать? Не знаю, как-то. Да, я в прошлый раз рассказывала. Злата. Можно ответить, как раз-таки, почему это не сердцевидная паренхема? Давай, давай. Вы вроде бы говорили, что как раз-таки из-за того, что здесь нету... Она расположена повсюду вокруг, а не как бы крестиком или вот... Объясните-то как? Ну, попробуй. Я это объяснила. Вы просто показывали на прошлом занятии то, что... Как бы если оно идет как бы из середины, вот, флоэма и все остальное... Как бы крестиком, не знаю, как объяснить. Так, ладно, Златочка немножко не туда ушла. Значит, итак, а что имеется в виду? Зинят, в принципе, по пространственному расположению сказала правильно, что это сердцевинная паренхема. Ну, просто потому, что она находится как бы в сердце, в середине. Но истинное слово сердцевина предполагает, что эти клетки образуются из-за особого пула меристемы в стебле. Это не стебель, это корень. И эти клетки образуются не из того же типа меристемы, как в стебле. Они образуются из клеток прокамбия. И именно поэтому некорректно называть это слово сердцевиной. Либо вы должны сказать сердцевинная паренхема корня, добавить слово корня, тогда вам не зачеркнут и не скажут, что вы ничего не понимаете. Либо вы просто пишете паренхемные клетки. Кстати, кто-то из вас предлагал, по-моему, это сделать. Вот, ну и я надеюсь, с этим понятно. Следующий вопрос. Что такое цифра 10? Да тут сложно. Да. Что обозначено цифрой 10? Зинят, вижу. Меристема – это тоже образовательные ткани? Да, да, да. Меристема и образовательные ткани – это одно и то же. Просто меристема – это по-научному, типа, по-ботанически, образовательная ткань, по-школьному, супер по-русски. Зинят, что такое цифра 10? Пузырьки воздуха, если меня ошибаешь. Да, совершенно верно. Это пузырьки воздуха. Ничего особенного из этого себя не представляет. Разве не задают вопрос, как они это оказались? Шли с клавиатуры вредители рыжие. Извините, пожалуйста. Понятно. Как они там оказались? Дело в том, что когда у тебя очень тоненький препарат, и ты его, ну, в общем, не очень умело кладешь на предметное стекло, то у тебя там образуются пузырьки воздуха. Потому что, условно говоря, внутреннее содержимое этих клеток, оно пусто, ну, пусто, там ничего нет. Вот. И совершенно спокойно там может оказаться пузырек воздуха, а так как бы ты снизу, у тебя предметное стекло, и сверху покровное, то все это в пузырьках. Ну и привет. Да, а почему они такие темные? Они такие темные, потому что... Привет физике. Короче, оптическим явлением из физики. Вот. Когда будете делать сами препараты, увидите, что все будет в этих пузырьках. Их довольно сложно выдавливать. Но чем тоньше препарат, тем меньше вероятность того, что там у вас образуются пузырьки воздуха. Чем он толще, да, тем вероятнее, что это будет. Ну и последний вопрос на засыпку. Это корень однодольного или двудольного? Докажите мне, что это однодольное или двудольное. Зинят, классно. Давайте кто-нибудь другой. Сабина, пожалуйста. Зинят, я вас спрошу в следующий раз. Просто хочу, чтобы все попробовали ответить. Сабина, давайте. Я думаю, это однодольное, потому что, ну, образно говоря, это адское месиво. Адищинское, да. Ну, потому что звездочка непонятная. Это не красота. Да, скажи... Нет, на самом деле это очень красиво, потому что в данном случае вы четко можете посчитать количество лучей. Кстати, пожалуйста, посчитайте количество лучей. И скажите мне... Ответьте мне вот на следующий вопрос. Больше какого количества лучей должно быть в срезе на радиальном проводящем пучке для того, чтобы вы точно сказали, что это однодольное, а не двудольное? Семнадцать, круто. Ну, у кого шестнадцать, у кого семнадцать, я вообще не считаю. Я вечно забиваюсь. Итак, сколько должно быть лучей для того, чтобы вы могли сказать, что это точно однодольное, а не двудольное? Семнадцать, две семнадцать. Больше семи? Нет, нет, нет. Четное. Нет. Я вчера, в прошлый раз довольно расплывчато по этому поводу выразилась, но, Мария, у вас есть ответ на этот вопрос? Ну, вы говорили, что полиархный пучок – это когда больше семи вот этих лучиков. Значит, больше семи должно быть. Вот я каюсь, это не так, потому что я внимательно потом залезла и, в общем, изучила анавы Родины. Вот что хочу сказать. Если у вас больше двенадцати лучей, это однодольное. Потому что двенадцать – это будет двудольное. А какой ответ верный? То есть меньше двенадцати – это однодольное или наоборот двудольное? Меньше или равно двенадцати – это двудольное. Больше двенадцати, то есть тринадцать – это уже будет однодольное. Понял. Вот. И я вам это сегодня докажу. А тут семнадцать, вроде да, вроде семнадцать, ребят, честно, не читала. Да, Мария, вопрос у вас был какой-то. Я хотела спросить, а тогда, получается, вы говорили, что больше семи – это полиархный. То есть все, что больше семи – это полиархный? Нет. Нет. Больше двенадцати – это полиархный. А семи – это так и продолжается, там гептархный. Да, октархный, нанархный, декархный. А сколько одиннадцать – я не знаю, сколько двенадцать – я не знаю. Вот. Вот. Спасибо. Октархный, додекархный. Какой? Ну, я точно не знаю, но где-то читал, есть ундекархный, додекархный, одиннадцать, двенадцать, а дальше я не знаю. О, круто. Ну, в общем, поли – это больше двенадцати. Вот это точно. Итак, следующая наша с вами картиночка. Кому принадлежит этот корень? Докажите мне. Внимательно все осмотрите и докажите мне. Я могу сказать, что желательно привести не одно подтверждение, а как минимум два подтверждения того, что это однодольное или двудольное. Смотрим внимательно. Соответственно, кто… можете поднять руку. Спасибо. Так, двудольное, потому что здесь беспорядок. Вот как раз у двудольных всегда порядок. Злата, мне кажется, однодольное. Кажется, это прекрасно. Но опять больше двенадцати лучей. Да, совершенно верно. Зинят, давайте, озвучивайте, что ребята в чате пишут. Ну, в смысле, и ваши мысли, конечно, тоже. Ну, я считаю, что это однодольное, потому что здесь идет пляхнуть и проводить пучку. Ох, если тут посчитать, тут где-то больше двенадцати лучших кусочков таких клеток. К силе мы тут как-то странно выражены, беспорядок. В общем, хаос и анархия одна. Поэтому это однодольное. А еще? Ну, потом здесь еще, я не знаю, относится ли это или нет, но здесь еще идет подковообразное толщение. Конечно, конечно. Конечно, да, Сабина в чате тоже написала, молодец. У-образные утолщения эндодермы. Вот эти, у-образные утолщения. Как мы помним, у-образные утолщения – это третий уровень развития эндодермы, который практически не встречается у двудольных. Он может встретиться у двудольных или голосеменных, если это какое-нибудь тропическое двудольное. Я говорила о том, что если ты живешь в районе с выраженной зимой, то к вторичному утолщению желательно перейти где-то там, ну, в общем, начать все это действие где-то там в конце июля-начале августа. А вот если ты живешь в тропическом лесу, то да, ты, например, бобовая, ты совершенно спокойно можешь перейти к вторичному утолщению, но тебе первые три года – это вообще не надо ни в одном месте, потому что у тебя нет в этом потребности. И три года ты можешь жить с первичной структурой. То есть совершенно спокойно у вас может быть, например, трехлетний корень какого-нибудь там бобового, неважно, какой-нибудь там акации, например, да, и у нее совершенно спокойно в течение трех лет может сохраняться первичная структура корня. Хотя это типа дерево, да, оно должно древеснивать, вторичное утолщение, но нет, у него нет этой потребности. Вот, поэтому иногда, иногда у двудольных все-таки могут встречаться уобразные утолщения, но это вот за редким исключением, и все зависит, и это, скорее всего, будет встречаться только у тех товарищей, которые практически не встречаются с жесткой переменной климата. Вот, ну еще тут особенность есть такая, что вот это вот, кстати, как вы назовете вот то, что находится по центру? Обратите внимание, что она окрасилась красной. Какая-то ткань будет равномерно утолщенные, плеточные стенки, при этом ливнифицированные. Это кто? Какая-то ткань? Ну, зайки мои, ну вспоминаем, было же. Ну вспоминайте, есть два типа механических тканей. Какие два типа механических тканей вы помните? Молчание было нет. Это коленхима. Коленхима или склеренхима. Нет, зайка моя, это не коленхима, потому что у коленхимы или у коленхимы, кстати, я, честно говоря, не помню, как правильно, неравномерно утолщенные клеточные стенки. А, соответственно, у склеренхимы или склеренхимы у них равномерно утолщенные клеточные стенки, причем так как они равномерно утолщенные, еще они ливнифицируются, короче, внутреннее содержимое этих клеток погибает. Поэтому это такое хорошо читаемые дырочки. Вот, соответственно, центральная часть этого корня, переродилась в склеренхиму для того, чтобы улучшить механическую прочность центра корня. Ну, а теперь все то же самое, да, только вот отдельно. Итак, какие особенности? Уобразное утолщение эндодермы. Раз, в пользу однодольных, но не обязательно, да. Полиархный проводящий пучок больше 12, это отжелезно нам говорит, что это однодольное. Ну, еще к склеренхиму по центру, это не всегда свойственно однодольным, но тоже может быть копилкой в пользу, соответственно, однодольных. Так, следующее наше с вами. Вот вам. Думаем, кто это, где это, и желательно рассказать мне, какая это зона. Ксеша, давайте, рассказывайте. Ну, получается, здесь у нас идет такой беспорядок. Подожди, беспорядок-то, зайка моя, только посчитай, беспорядок он какой, и сколько там беспорядок. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Ну, мне кажется, меньше 12 уже. Да, однозначно. Намного меньше 12 получается. У нас нету вот этого уобразного толщения. А, посмотри, пожалуйста, вот сюда. Вот это что такое? Это сложно. Давай, давай, думай, выползай. Угу, 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 угу. Это самое молодцы, да. Итак, Ксеша, скажи мне, пожалуйста, что, как бы, какая структура должна тебе однозначно говорить о том, однодольное это или уддольное? Что самое веское в пользу однодольного или уддольного? Ну, получается, вот эта стенка как бы. Нет, нет, нет. Получается, что-то самое. Лучей, что ли? Ну, количество лучей. Конечно, конечно. У тебя сколько лучей здесь? Скажу тебе 10. Ну, меньше 12. Значит, это кто? Двудольное. Двудольное. Вот у нас... Получается, это редкая двудольная структура. Да, мы получали самую редкую двудольную с вообразным толщением. Максим правильно написал. Да, именно поэтому я до этого вам распиналась в этом поле очень долго. Теперь скажи мне, пожалуйста, зайка моя, это какая зона? Значит, какие у нас зоны? У нас есть корневой чехлик, зон деления, рост и растяжения, всасывание, проведение и образование боковых корней. Как ты думаешь, какая это зона? Мне кажется, это зона всасывания. Усну я сейчас тебя, всасывание. Где ты тут корневые волоски видишь? Нету, нету. Нет, значит, что? Да, Марина. Да-да-да, помнишь, вот как однициалии выделили, что это кто у нас? Кто это у нас? Ксешенька, расскажи мне. Ну, ну. Да-да-да, совершенно верно. Ксеш, давай так. У тебя здесь четкие классификации тканей? Ну, не совсем. Совсем. Вот у тебя четкая классификация, у тебя полная дифференцировка тканей произошла. Значит, это априори не зона деления, не корневой чехлик, не рост и растяжения. Конечно, это зона проведения, совершенно верно. Плюс, посмотрите внимательно, скорее всего, это уже многолетняя структура. Почему? Потому что, видите, наружные клетки, которые вот такие округленькие, наружные клетки склеронхимоперличной коры начинают метаморфизироваться в склеронхимные элементы. То есть у них равномерно толщенные клеточные стенки, и они, скорее всего, уже мертвы. И снаружи экзодермальные клетки, такие помятые, побитые жизнью. Ну, вот это вот тот удольный, который живет там, где-то глубоко. Так, классическая картинка, которую вы увидели, скорее всего, 500 миллионов раз. Вопрос, помните ли вы, как она называется и чей это срез? Это просто, вот когда вы забиваете анатомию корня, вот вам обязательно вылезет эта картинка. Прям убитая, забитая, классическая. Ладно, не помните. Это срез корня ириса. Только не путайте, пожалуйста, корневища и ириса и корень ириса. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот это вот по центру будет кто? Вот это вот по центру. Это кто? Ну, зайки мои, мы это только что обсуждали. Зинят, давайте. Сердцевинная парахима корня. Зайка молодец, только не она. Может быть, это склеренхима. Да, Зинят, вы правы. Если бы оно не было, видите, справа оно красным окрашено. Если бы оно не было прокрашено красным, то есть не было бы прокрашено хлороглюцином, то есть если бы там не было лигнина, то вы были бы абсолютно правы и сказали бы, что это сердцевинная парахима корня. Да, мне сейчас сложно читать, ребята, потому что у меня как бы... У меня лип туда, лип сюда. Так, хорошо. Плюс здесь вы видите U-образное утолщение, вся эта история. Вот, собственно, как вы думаете, что будет обозначено здесь цифркой 1? Такой вот подыхающей, отрывающейся клеточки. Это кто? Ваня, давай. Может, это Резадер? Да, это отваливающаяся Резадерма, совершенно верно. И вот под ней вот уже такие классические плетки Экзадерма, которые дифференцируются. Ну, вот так вживую выглядит этот срез. В смысле, вот он реально такой гигантский объем паренхима первичной коры для того, чтобы все это запасать. Так, следующий вопрос. Что обозначено каждой цифрой? Но в первую очередь вы должны мне сказать, это однодольные или двудольные? Ваня, давай. Ну, скорее всего, это однодольные. Ваня, она как-то еще. Почему, Ванечка, это однодольные? Хотя, не знаю. Ну, не знаю. Мне показалось, что здесь пучков проведения гораздо меньше, чем 12, как минимум. Ну, если меньше 12, значит, это кто? Ой, двудольные. Молодец. Молодец. Да, двудольные. Вы молодцы. В чате я увидела. Так, хорошо. Да, потому что пучки вроде Икса. Совершенно верно. Я не знаю, как называют, как зовут. RealNinji. Team Master Edition. В общем, классный, конечно, никнейм. Я не знаю, как вам обращаться. Так, вот. Раз, два, три, четыре. Классический крестик. Да. Скажите мне, пожалуйста, что… Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Как вы думаете, что обозначена цифра 1? Ну, кто-нибудь скажите мне. Цифра 1, цифра 1. Может быть, это резодерма. Да, совершенно верно. Это такая подыхающая, вздыхающая резодерма, которая отваливается так… Ну, корректнее сказать «слущивается». Вот корректное слово. Отваливается – это как бы немножко жаргонно, да? А так «слущивается». Так, вопрос следующий. Что обозначено цифрой 2? Ну. Нет, Кирилл, нет. Да. Нет, 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 нет. Паранхима первичной коры. Да, 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 да. Совершенно верно. Цифра 2 обозначает весь вот этот… Цифра 2 – это весь вот этот пул клеток гигантский. Это паранхима первичной коры. Как по-другому паранхима первичной коры назвать? Давай. Изнят. Критикальная паранхима. Да, совершенно верно. Андрей, вы поднимали руку. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете… Да, критикальная паранхима. Как вы думаете, что обозначено цифрой 3? Внимательно посмотрите, на что указывают стрелки у цифры 3. У кого там включен микрофон? Выключите, пожалуйста, его. Ну, извиня, хорошо, давайте вы. Гранулы крахмала, может быть. Да, вот я вижу, Сабина написала лейкопласты. Вот смотрите. Да, я говорила, что в корне функциональными пластидами корней являются лейкопласты. Но так как здесь это большие гигантские апеллисцирующие гранулы, прям здоровущие, которые при этом умудрились не вывалиться из клеток, то я вам гарантирую, что это не лейкопласты. Это будут именно зерна крахмала. А вы знаете, может быть, и не знаете, но я вам расскажу. Да, ребята, молодцы, в чате пишут амилопласты, что да, крахмал на самом деле может запасаться в двух вариантах. Он либо запасается в виде амилопластов, вспоминаем колумелу, кончик корня. Но есть второй вариант. Если на ПМЖ, надолго, например, в картошке, гранулы крахмала запасаются просто в виде кусочков крахмала в цитоплазме, они не откладываются в амилопластах, просто прям в цитоплазме валяются. Как, собственно говоря, и здесь. Как называется структура в центре? У меня вылетела структура в центре. А сейчас я спрошу, Роман, вы не волнуетесь, кто-нибудь мне ответит. Да, Ваня, что ты хотел? Мне кажется, видите, мы вы говорили, что нельзя путать корневище и корень ирица. А у ирица что, корень отходит корневище? Или это что-то, я не знаю. Стоп, стоп, стоп. Еще раз вопрос. Я не поняла, не услышала. Еще раз вопрос задай. Вы говорили, что нельзя путать корень ирица и корневище ирица. А у него есть и то, и другое? Ну, конечно, зайка моя. А как ты думаешь, при помощи чего ирис поглощает питательные вещества из почвы? Да, корневище ирица находится там, условно говоря, под землей. Но нужно то, что будет закреплять его в субстрате. И это корни, это будут придаточные корни. Основное количество... У ириса мочковатая корневая система, у него нет главного корня. И от корневища ирица, потому что это видоизменение побега, будут отходить придаточные корни, средства которого мы, собственно, сейчас и видели. Так, пожалуйста, Ванечка. Еще раз. Крахмал может запасаться в двух вариантах. Либо зерна, либо амилопласты. Все зависит от того, где и по какой причине он запасается. Следующий вопрос. Что обозначено гипотетически должно быть под цифрой 4? Мария, давайте, Минаева. Склеренхима? Нет, зайка моя, не склеренхима. Сабина молодец, правильно. Еще кто-нибудь? Ребята, смотрите. После паренхима первичной коры, какая у нас следующая ткань всегда идет в корне? Ваня, давай. Это либо энтодерма, либо перицикл. Перицикл идет после энтодермы. Но это может быть энтодерма. Да, запомните, что если вы видите гигантскую толщу однообразных клеток, практически, ну не важно, что там снаружи, вот эту вот гигантскую толщу однообразных клеток в корне, это 100 пудов паренхима первичной коры или кортикальная паренхима. Дальше, когда визуально клетки начинают меняться по форме или еще как-то, а вы здесь видите, вот как выглядят клетки паренхима первичной коры. И вот такие мысимозичные, такие следующие клетки, мысимозичные, такие. Это клетки энтодермы, потому что после паренхима первичной коры всегда идет энтодерма, всегда. Вот, там должны быть где-то после энтодермы клетки перицикла, но тут они очень плохо отличимы друг от друга, поэтому возникает вопрос, нет, они там точно есть, но может быть это не полностью замкнутый перицикл в виде полностью замкнутого кольца. Это могут быть и такие очаговые перициклические клетки, которые сейчас мы их особо не видим, потому что они не пришли в активацию. Так, что такое цифра 5, вот этот жирный крестик, который, Василиса, ой, какое красивое имя, Василиса, скажите мне, что такое цифра 5? Это ксилема? Да, зайка моя, совершенно верно, что это ксилема. Скажи мне, пожалуйста, это будет вторичная ксилема, это будет метоксилема или это будет протоксилема? Ну да. Давай, как ты думаешь? Жги. Ну, метоксилема. Ну, типа того. Значит, на самом деле, смотри, как ты должна была ответить, чтобы мне сейчас удалить свои все рукописи. Значит, смотрите, как правильно ответить. Я не знаю, помните вы или нет, но, значит, протоксилема – это самые мелкопросветные клетки ксилемы. Метоксилема – это уже пошире, и вторичная ксилема – это суперширокие дырищи. Значит, что мы здесь видим, внимательно смотря на этот глютик? Значит, мы по краям видим, ну, крупные дырки, крупные просветы, да, но по центру мы видим просто гигантские клетки, гигантские широкопросветные элементы по сравнению с краевыми. Поэтому так нужно было ответить. Либо вы отвечаете, что это все первичная ксилема без уточнений, либо вы отвечаете, что по периферии это протоксилемные элементы, а по центру это метоксилемные элементы. То есть, если бы, кстати, да, я забыла сказать, что это корень лютика, да, этот вудольный, если бы Лютик приступил к вторичному утолщению, то его ксилема вторичная по диаметру была бы примерно вот такой. То есть, она была бы крупнее, чем метоксилема. Да, Василиса, вопрос у вас. Прошу прощения, я забыла пустить. А, ничего страшного. Так, ну, соответственно, 6, понятно, что это флоэма, тут и понятно. Злата, да, ваш вопрос. Ладно, не важно. Так, следующая наша картиночка. Следующая наша картиночка связана с тем, что мы переходим к следующей зоне, а именно зоне образования боковых корней. Зона образования боковых корней. Как отличить перицикл от эндодермы? Ага, так, как отличить перицикл от эндодермы? Роман, у нас очень хороший вопрос. Сейчас мы перейдем к предыдущим фоткам. Так, ну, вот давайте это сделаем на этой фотографии. Значит, смотрите, как отличить перицикл от первичных корней от эндодермы? Понятно. В основном эндодермы – это такие либо квадратненькие клеточки, либо прямоугольненькие. Короче, это называется прозенхимная форма. Чаще всего клетки эндодермы оказываются больше, чем клетки перицикла. При этом клетки перицикла обычно никогда не содержат никакого сильного внутреннего содержимого. Поэтому здесь вы четко отличаете ксилемные элементы и флоемные элементы, которые тоже такие мутновато-желтенькие, потому что там богатые внутренние содержимые, от маленьких прозрачненьких клеток. Они чаще такой вытянутой овальной формы. То есть если эндодерма – это будет как-то вот так или вот так, то перицикл – это будут вытянутые овальные клетки. И, естественно, они по размерам будут меньше. Ну и, соответственно, они будут располагаться строго под эндодермой. Дальше, если мы посмотрим на эту картинку, что мы видим? Спасибо. Ну, если вы поняли, то шикарно. Так, едем дальше. Следующий наш интернет-интернет, мы сейчас с вами поговорили. Зона образования боковых корней. У подавляющего большинства растений боковые корни всегда закладываются в перицикле. Я сказала «уподавляющего», потому что есть, естественно, исключения. И к ним относятся некоторые папоротники, у которых боковые корни могут закладываться из клеток эндодермы. То есть, как вы понимаете, из живых клеток эндодермы. Потому что, как вы помните, не все клетки эндодермы – доктор. Но у подавляющего большинства они закладываются в перицикле. Если же мы говорим про супер-супер старые корни, то есть речь идет о вторичном утолщении, то иногда такая система урока, по-моему, очень классная. То, что вы не сами говорите, спрашиваете. Да, прежде чем у вас что-то спрашивать, я должна вам что-то рассказать. Поэтому я сначала рассказываю, а потом спрашиваю. А как эволюционно объясняется различие строения корней двудольных и однодольных? Эволюционно это связано с тем, что все зависит от того, какие требования мы предъявляем к стеблю. Потому что если стебель должен быть мягким, но при этом упругим, то есть если вы газонная травка, вы очень тупая газонная травка, если вы дерево, вам нужно иметь механическую прочность, но при этом уметь сгибаться, пригибаться под порывами ветра, под копытами каких-нибудь там животных и так и далее. И с физико-анатомической архитектурной точки зрения, тип стеллы, то есть тип центрального цилиндра однодольных, который называется атакта стелла с хаотичным расположением проводящих пучков, он выгоднее с механической точки зрения, нежели чем жесткая структурированность двудольных. Ну и получается, что из-за того, что нужно из корня в районе корневой шейки как-то перестраивать свою систему проведения в верхнюю, поэтому если у вас внизу жестко регламентированное количество радиальных лучей, то очень сложно перейти к хаосу в стебле. А почему исходно разветвилось, почему исходно однодольные пошли по такому пути, а не по другому, ну вот тут единственный ответ, так пошла эволюция. Но как я это понимаю, это все связано с типом жизни, что ты трава, ты трава навсегда, и ты никогда не станешь деревом. Нет, есть, конечно, не пальма. Ну пальма это вообще особые ребята. Но подавляющее большинство ты трава, и ты должен быстро полегать. Трава растет быстрее, чем дерево. Это стратегия жизни, поэтому анатомическая структура тоже должна под это подстраиваться. Ну, по крайней мере, как я это понимаю. Вернемся к нашему перициклу. Еще раз. У подавляющего большинства растений боковые корни всегда закладываются в перицикле. Есть исключения в виде папоротников, некоторых. А что у пальм? Что у пальм, мы будем обсуждать с вами, когда будем переходить к анатомии стебля. Я расскажу про типичное утолчение драцены. Я расскажу, как пальма живет несладко. Вот, все я это расскажу, но это когда будет история по стебле. Дубль три. Перицикл. Образование боковых корней. Значит, я уже говорила, что перицикл – это просто пул живых клеток, которые когда-нибудь понадобятся. А вроде бы перицикл такой маленький, незначительный, а из него вырастают боковые корни. Да, на самом деле из него много чего вырастает, потому что когда мы сейчас с вами все-таки перейдем к вторичному утолщению корня, я надеюсь, мы с вами это сделаем, то вы увидите, что перицикл и там участвует. Так вот. Дубль пять, четыре. Неважно. Итак, боковые корни. Они таки образуются, потому что таки надо. Потому что таки надо увеличивать зону всасывания. Как они образуются, по каким законам они образуются, тоже, как вы понимаете, будет зависеть от того, однодольное вы или двудольное. Самое важное, что вы должны знать, что когда происходит образование бокового корня, он практически тоже полностью сформирован. То есть когда вы видите вот эту вот структуру, вы четко в ней вычленяете, вот он, розоватый корневой чехлик, да, потому что он же сразу встретится с злой землей. Нет, земля, конечно, прекрасная, но с механической точки зрения, трение, вот эта вся вот штука, это недобрая среда. Дальше. Вот здесь у нас, соответственно, скорее всего, корневая пекальная меристема. Вот она пошла уже протоксилема, которая, вот это, да, протоксилема, которая здесь уже сразу метаморфизируется, ксилемные элементы. То есть при образовании боковых корней уже анатомическая, продольная анатомическая структура практически сразу образуется. Вот все то же самое, только, соответственно, в срезе. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот это будет кто? Кого я сейчас обрисовываю? Это у нас кто? Это эпидерма. Не эпидерма. Ну, подожди, это же корень зенят. Резодерму смачивает. Да, да, это куски, остатки резодермы, да, совершенно верно. Вот эти более графичные клетки экзодермы. Что мы здесь видим? Соответственно, мы видим здесь уже уобразные утолщения. Вот они. Под ними такие мосикусичные клеточки – это перицикл. Понятно, что в зоне образования бокового корня эндодерма идет как-то немножечко по боку, потому что ее, ну, фактически разрывает, да, потому что перицикл находится под эндодермой. Эндодерму разрывает, значит, в этом месте. Ну, и, соответственно, вот у нас продольный красивущий боковой корень. Так, следующая наша картиночка, более красивая, более детальная. Как вы понимаете, вопрос сразу к вам. Однодольная, двудольная? Двудольная? Да, двудольная, совершенно верно. Мария, да. Ой, ой, что ты делаешь ужасно. Да, это, соответственно, двудольная, потому что вот у нас этот прекрасный четырехогранный лучик. И у нас… Что происходит с мальчатом? Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что одновременно у нас образовались два боковых корня. Соответственно, раз, второй пошел. Если вы внимательно присмотритесь, то вот, соответственно, у нас будет клетки корневого чехлика, вот клетки корневой опекания меристемы, вот пошла центральная часть, это прокамбий. Вот здесь еще клетки прокамбия, а вот здесь мы уже, видите, мы уже окрашиваемся в ксилемные элементы, да, потому что это покрашено флороглюцином красноватым, да, который дает нам окраску налилилин. Вот здесь уже начинается дифференциация. Но самое главное, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что проводящие элементы бокового корня, то есть дочернего корня, располагаются строго напротив луча мамы. Проводящие элементы бокового корня напротив луча мамы. И как вы понимаете, так как количество лучей в радиальном проводящем пучке у однодольных и двудольных разное, то одновременно закладывающихся боковых корней может быть разное количество в зависимости от количества архности пучка. Так, следующий наш с вами рисуночек, вот, то же самое, да, только вопрос, можете ли вы мне сказать, это однодольное или двудольное? Кстати, вот интересно, сможете ли вы оценить однодольное? Однодольное или двудольное? Однодольное. Почему однодольное? Зинят. Рома сказал, что это... Двудольное. Это двудольное, да, совершенно верно, двудольное. В общем, здесь я ориентируюсь на вот эти суперздоровые широкопросветные штуки. Их раз, два, три, четыре, пять. А здесь, получается, будем пентахнуть тип проводящих пучков, да? Да, да. Соответственно, вот зачаток номер раз, как-то оно съехало. Ну, в общем, он должен быть вот напротив этого. Зачаток номер два напротив вот этого штука. Чем ее крашили? Флороглюцин, скорее всего. Так, вот эта вот штука напротив вот этого и вот это вот. Короче, все очень съехало, мне кажется. Ну, в общем. А эндодерму можно назвать эктодермой? О, так, 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 так. Значит так, эктодерму, ребяточки, это животные. Слово эктодерма очень редко употребляется в растительной терминологии, потому что это эмбриологические, как это, эмбриология животных. У растений иногда употребляется слово эктодерма, и это касается карпологии, науки о плодах. То есть, если у однодольного растения 16 лучей, оно может одновременно заложить 16 боковых корней, но оно не настолько чокнутое, чтобы так делать, потому что есть определенные законы, как это все закладывается. Во-первых, боковые корни, мы уже с вами так говорили, они закладываются определенными продольными рядами, которые называются артостихи. Другое дело, что на одном уровне у нас может быть, условно говоря, 4 артостихи. А если у вас все 16 артостих, ну вот вам что-то очень плохо. Я не знаю, зачем. Такое может быть, конечно, но это очень плохо. К тому же, да, ты заложил основание бокового корня, все круто, но надо понимать, зачем ты это делаешь и из-за чего ты это делаешь. Поэтому в подавляющем большинстве случаев максимальное расположение, максимальная концентрация боковых корней будет зависеть от расположения максимальной концентрации питательных веществ. Если ты откладываешь боковой корень в сухую почву, то ты плохое растение, ты глупое растение. А если, да, у тебя сухая почва, но ты нащупал там, например, залежи фосфора, вот ты умное растение. Вы поймите, чтобы сделать боковой, даже зачаток боковых корней, нужно потратить много питательных элементов, потому что каждая клетка должна одеваться клеточной стенкой. Какое количество глюкозы вы должны потратить на то, чтобы сделать одну клетку? Я молчу про все остальное. Просто посчитайте, сколько вы должны бешено нафотосинтезировать для того, чтобы сделать одну клетку. Денова. К тому же я вообще молчу про то, что вы, например, живете в пустыне, и у вас вообще воды мало. Растение это контролирует? Конечно, растение это контролирует, потому что у растений куча различных рецепторов. Собственно, да, есть химические рецепторы, условные, если можно назвать химическими рецепторами, есть фоторецепторы, есть механо-рецепторы. Но вот тут как бы большая вопрос, как они выглядят, потому что как если у них нет мозга? Ну, растение вообще-то не тупое. У них вообще много всякого есть. Они запахи чувствуют. Ну, то есть они могут улавливать лавы, летучие ароматические вещества. Они это прекрасно делают. Просто не все растения могут улавливать весь спектр летучих ароматических веществ. Они на какие-то реагируют, на какие-то нет. И иногда это зависит, например, от систематической группы. А иногда, ну, например, у них есть гормон, который называется этилен. Этилен – это газ. Ну, как-то же они его улавливают. Поэтому вообще они крутые, крутышки. Растения без мозга более организованы, чем я. Ваня, это очень самокритично. Так, к чему я еще долго это все разглагольствую по поводу контроля? Дело в том, что не все заложившиеся зачатки боковых корней развиваются в полноценный корень. Потому что, например, представьте себе ситуацию. У вас все классно, шикарно. Вы нашли там залежи чего-то. А потом вы заложили, значит, кучу боковых корней на этом уровне. А потом получилось, что у вас, например, сейчас я нарисую. Вот, например, у вас продольный корень. Вы заложили во все четыре стороны эти боковые корни. А потом выяснилось, что на самом деле у вас максимальная концентрация питательных веществ с этой стороны. И это означает, что корень номер один и корень номер два актуальны. А корень номер три и корень номер четыре, их не надо активно развивать. Да, Алиса, не просто так. Потому что это сигналы о том, что происходит с вами. У растений как минимум два типа летучих гормонов. Это этилен и метилжасмонат. Они при помощи них сообщают о разной штуке. Ну, например, вы в сукцессии какой-нибудь, например, да, и вашего соседа кто-то жрет. И ваш сосед говорит, слышь, мань, меня жрут вообще-то. Причем активно жрут. Вот посмотри, эта тварь меня долго жрет. Поэтому концентрация летучих веществ, летучих гормонов будет усиливаться. И, соответственно, соседи будут понимать, а-а-а, тебя кто-то жрет. Давай мы сделаем какие-нибудь неспецифические или специфические яды. Давайте приведем их в действие, потому что эта штука, скорее всего, начнет жрать меня. Вот такая информация. Или информация о том, что наступает осень. Есть летучие вещества, которые называются коррекины. Так, ладно, ребята, это физраста. Давайте мы ботанику закончим. В общем, много разных ситуаций, зачем нужно чувствовать летучие ароматические вещества. Да, получается, перекати поле любят нюхать мир. Да, они все любят нюхать мир. Но другое дело, что они не нюхают так, как мы это делаем. У них немножко другая эта система. И у них либо есть рецептор на это летучее вещество, либо нет. Если есть, то оно его чувствует и вызывает какую-то ответную реакцию. Если нет, то как бы горено все синим пламенем. Ну, в конце концов, растение зависит от газов. Оно зависит от СО2 и зависит от кислорода. Конечно же, у них есть система, которая оценивает концентрацию СО2 и кислорода. Например, если вы какое-нибудь растение, которое умеет переключаться, это сейчас информация скорее для 10-11 классников. Если вы какое-нибудь растение, которое умеет переключаться между С3 и С4 фотосинтезом, то, конечно, ты должен оценивать концентрацию СО2. Я не знала, что растение... Да, да, да. Так, вот. Продолжим. Значит, смотрите. Соответственно, образование бокового корня номер 1 и номер 2, оно оправдано. И они, соответственно, будут дальше развиваться в мир. И, соответственно, ням-ням-ням вот это вот все, значит, запасы анналы Родины. А, соответственно, корень 3 и 4, их бесполезно дальше пускать просто, потому что, ну, скорее всего, здесь, особенно если здесь сухо, ну, зачем тратить клетки и зачем подвергать дополнительному осматическому шоку корень? В общем, поэтому очень часто не все зачатки, которые закладываются, развиваются в полноценный корень. Дальше я уже это говорила. Номер 4, да, строгая локализация относительно материнского проводящего пучка. Ну, тут, я думаю, объяснять не надо. А вот пятый пункт поговорим подробнее. Значит, если вы двудольный голосеменое, то есть вы растение, которое способно к вторичному утолщению, иногда может произойти такая ситуация, что, ну, вот срочно, по какой-то причине вам понадобилось именно вот здесь вот, в месте, где остались только одни суперутолщенные корни, без зоны всасывания, без всего. Там просто один вторично утолщенный корень. Какое там всасывание? Ты скелетный корень, да? Ты выполняешь эту функцию. Но по какой-то причине твои сейсмосистемы или там чувствительные сенсорные системы говорят тебе, что вот здесь нужно сделать новый сосущий корень. Что происходит? У тебя же есть живые ткани? Есть. Потому что у тебя есть как минимум две меристема. У тебя есть филоген, который будет закладывать вам перидерму, а это живые меристематические клетки. И у тебя есть камбий, который непосредственно делает толщу твоего корня. Поэтому из них ты сможешь сделать новые сосущие корни. И так делают голосименные двугольные не все, не всегда, но если припрет, могут. Поэтому официальная версия, что боковые корни образуются из перицикла у подавляющего большинства растений. Но дальше идет оговорочка. Первое. Из перицикла они образуются в зоне образования боковых корней у подавляющего большинства растений при первичной структуре корня. Исключение номер раз. Если ты некоторые виды папоротников, то ты как боковой корень будешь закладываться в эндодерме. Можно перерыв минут на 10. Да, можно. Сейчас я закончу. Все согласны с перерывом минут на 10? Или как? В общем, скажите что-нибудь по этому поводу. Нет. Ванечка, я боюсь, что вас не все поддерживают. Второе исключение. Это если мы говорим про образование боковых корней в районе скелетных корней, то есть корней со вторичным утолщением. Да, ребят, давайте все-таки быстрее закончим. Но только тут возникает следующий вопрос. Значит, мы все обсудили. Просто сейчас мы с вами перейдем ко вторичному утолщению корня. Я расскажу, как происходит вторичное утолщение корня, а после этого пойдет очень много картинок, на которых вы должны будете мне рассказать, что есть что. С тем, что такое первичный паренхимный луч, вторичный паренхимный луч. Поэтому тут глобальный вопрос. Вы готовы еще как минимум минут 40? Ну, чтобы занятие еще продолжалось как минимум минут 40. Нет, нет, нет. Да, да, минут 30, да. Нет. Понятно. Ладно. Короче, видимо, нет. Кто-то готов, кто-то нет. Ну, вообще, мало кто-то. Поэтому давайте мы сделаем по-другому. Давайте я вам сейчас расскажу про принципы вторичного утолщения, как что происходит. Вы зададите мне кучу вопросов. Нет, может быть, вы поймете все с первого раза, я буду рада. Но обычно с первого раза мало кто понимает. Поэтому давайте мы сделаем так. Я сейчас расскажу про вторичное утолщение, как это все происходит. Все, я вам это покажу. Это недолго. А картинки мы с вами, наверное, тогда посмотрим на следующем занятии. Или нет? Нет, плохо. Нет, давайте, ребят, мы сегодня закончим. В час мы уложились. Значит, мы сегодня, на сегодня закончили. Вторичное утолщение мы возьмем на следующем занятии и посмотрим все это безумное количество. Субтитры создавал DimaTorzok.